Ну что же, доброго времени суток, дорогие друзья, с вами по-прежнему WP Shadow, и мы наблюдаем за вторым раундом Pro League в группе C, где у нас играют Goodgaming The Radiant и команда Yelab The Dare. И знаете, у нас тут сейчас достаточно щекотливая ситуация, потому как в группе сейчас ситуация еще больше накалилась. Смотрите, какая штука у нас сейчас получается. За счет того, что Yelab победили на предыдущей карте, у нас какие перспективы дальше? Если Goose Gaming сейчас заберут себе карту, то есть сведут в мячу это противостояние, у них останется шанс на то, чтобы выйти в следующий раунд. Для этого Yelab должны будут в следующем противостоянии против Дубаи проиграть полностью, то есть получить ноль очков за это противостояние. А Goose Gaming в своем противостоянии против ДВТ будут вынуждены заработать сразу два очка. В одном случае, если сейчас Yelab забирают обе карты себе, то у нас в группе уже определятся две команды, которые пройдут дальше. И это на самом деле не так интересно. Интересно, когда есть интрига. Ну ладно, давайте, наверное, вернемся к игре. Что у нас тут интересного? Интересно у нас вот что. Забанили у нас Дру Рейнджер Шудух Демона, Лайстиллер Инбукера, Скоро, Па, Котла, Удейл, Химика. Интересно, кстати, в пиках нету Луны, что крайне удивительно, зато есть Угрмак. Знаете, у меня в последнее время вот такое стойкое ощущение, что во всех пиках Шаде, Луна и Угрмак. Хоть кто-то из этих трех персонажей в пике появится вот по-любому. Ладненько, вернемся все-таки обратно. Угрмак, Никс, Джаггер, Дезраптор для Yelab и Goose Gaming у нас будут за Бэтрэйдером, Рубеном, Эндэйнгом и Морфлингом. Ну что ж, Гудгейминг набрали себе очень агрессивных персонажей и на самом деле они могут даже пойти 3 на 3, с Андэйнгом это великолепно. Хотя, кого тогда они оставят одного? Бэтрэйдер против Никса, ну такое себе счастье. Морфлинг тоже не особо рад этому противостоянию. Если они стандартно пойдут, то Никса тоже особо загонять не получится. Вот дикий хепариген, он там постоит, постоит, покрутится, возьмет с себя Аронталон, пойдет в лесах, оформит немножко. Так что, блин, на самом деле достаточно сложная ситуация у Гусьгейминга в очередной раз. Но с другой стороны у них есть Морф, который достаточно силен практически на всех стадиях игры, кроме как, ну, с самого-самого начала. Пока у него там особо способности не дамажит, пока он достаточно ватненький. И прочее, 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 прочее. В бан у нас также отправляются Мирана и Снайпер. О, как. Интересно, почему Снайпер в бане? Ладно, Мирана, она действительно огромное количество демоджеволевает и прочее. Да и в принципе не очень приятно против нее играть. А чем Снайпер не угодил? Может бояться, что там было, мать будет? Снайпер не угодил. Батрайбера палить. Не давать ему влететь. Может быть, может быть, может быть. В конце концов, это Снайпер. Если он расфармится, то это крайне неприятный персонаж, конечно. Может быть, против него жуть. Ну а пока у нас в пике, если кто-то не в курсе, то тут у нас в тестовой дотке вышло обновление 7.00. И блин, я вот начинаю читать чинжлог и просто выпадаю в осадок. Тут такого наворотили. Это просто уже перестало быть дотой. Я даже не знаю, вот это обнова, буквально в течение, наверное, недели появится у нас тут. Я себе серьезно не представляю, как будут проходить игры. Там вообще все поменяется. Не говоря уже о том, что там много чего придется опять узнавать нового. Ладненько, у нас тут 30 секунд остается до пика Елапы. Кто им нужен? По-хорошему им нужен какой-нибудь Апаришин, но Апаришин в миде это не самый лучший вариант. Хотя Дэнди показывал, как это можно организовывать. О, Дэв Банни, поэтому чем-то очень удивить морфинга не получится. Хотя Сайлендер еще остался. Сайлендер тот самый. Через Лотар, через Пику, через огромное количество чистого урона. И с кучей, кучей, огромной кучей Сайлендер. Эх, давно я не видел Сайлендера. Сларк. Угу, вот так вот. Знаете, Сларк это не лучший персонаж, чтобы сражаться с морфом. Ну ладно. Посмотрим, как этот Сларк себя проявит. На самом деле, если морфинга довольно сильно прижмут, а Сларк успеет очень быстро вынести себе оркет, то будет что-то интересное. С другой стороны, если гусь гейминг на морфинге, тот, кто будет играть, быстро выносит тебе шутган. Хотя, блин, там такой дезераптор такой ватненький. Джаггер может увернуться. Никс, либо уйти в инвиз, либо вообще карапасы поражать. Тогда даже непонятно, кому больнее будет Никсу или морфу. Огр тоже слишком плотный для того, чтобы его убивать одним шанганом. Правда. Ну ладно, может быть этот морфинг будет боевым и будет просто летать, сплитить и дико быстро сносить себе... Ну как себе, оппоненту, конечно, сносить товарочки. Сносить базу и прочее. Ну, посмотрим. И будем радоваться старой доброй дотке. Блин, ну на самом деле... Слабо я себе представляю, что будет в ближайшее время и как турниры будут проходить. Ладненько, и у нас Legion Commander. Ну, в принципе, как одна из лучших... Как один из лучших контрпиков Досларка. Тоже, в принципе, вполне понятно. Лейджаггера может цеплять, а сам по себе персонаж крайне сильный. В принципе, почему бы и нет? Единственное, что я опять-таки... Вот... Эх, столько вопросов, столько вопросов. А кто бы мне на них дал ответы? Почему Undying? Почему Сларк? Ладно, посмотрим. Может быть, действительно, что-то интересное нам уготовил коллектив Гусьгейминг, потому что я очень надеюсь, что с этим Undying'ом они пойдут в даблу, в харду. Это тогда с Никсом что делать? Undying, в принципе, Никса, по крайней мере, погонять может. Через свои любимые Дикой поскидывать ему силу, там, поразмениваться по хпшкам. Это будет круто. С другой стороны, Undying должен какой-то лайн выигрывать. Он может прийти в мид постоять, выиграть его. Он может пойти в харду. Вдвоем там вообще можно устраивать такую дичь. Так, а у нас тут уже смог TP вардинг. Интересно, как он довольно... Вот в такую позицию я не видел, чтобы вард ставили. А ведь действительно его очень сложно найти. Вард у нас тут от огра. Так, встреча. Огр нашел зомбаря и зомб нашел огра. Не дала группы итогу поставить. Судя по всему, вот сюда вардишка. А, и что? Хоть что-то сделалось у нас интересное. Ведь действительно, обычно ставят центры, которые палят, ну, где-то вот примерно вот так вот, вижу. Плюс-минус иногда ставят вот так центры. Ну, блин, чтоб он досюда дотягивался. Действительно, его не снесут. Ладненько. Давайте, наверное, все-таки представим коллектив. Мы увидели, куда кто поставил вардишки. Ну, и МММ еще много раз М на Рубенчике. Монзо у нас играет на Морфлинге. Имба номер 4 на Лиджингомандере. Смайлин Фейс на Снаббетрайдере. И Вилхеор на Анденге. Команда Гусьгейминг. Их оппонент, команда Елат, будут представлять Эксин на Огармаге. ЦБС будет играть на Никс Ассайсине. Прот на Сларке. Фиро будет играть на Джагернате. И Абдюрейр Терфер играет на Диздрабтре. Команда Елат. Ну что же, с Барунах у нас ничего интересного не произошло. Барды достаточно стандартные. Интересно, что у нас Огар тут Сентрюб оставил. Считал, что именно отсюда зомби прибежал. И, увы, он не угадал. Ну что же, будем топить тогда за Гусьгейминг. Надеяться, что у нас сохранится интрига все-таки в группе. И что? Зомби действительно у нас приходит в мид. Действительно, он не будет стоять в трепле. Будет пытаться этот мид каким-то образом загонять. Попытаться помочь легионке выиграть. Но остается вопрос. Да ладно. У нас тут пытаются забрать Бэтрайдера. Бэтрайдера закрыли в клетке. Игнайтом подожгли. Кучу хп смесли. Еще и паунс прилетает. Еще пару ударов сделать и будет фраг. Да, действительно, фраг есть. И достается он Огармагу. Хорошо сыграно. Мне всю очередь. Как дела у Никса? В общем, я говорю, Урубенову просто загонять не может. Да, он потиху его дамажит. Но, слушайте, Урубен практически столько же хп потерял сколько и... Никсе. При этом он уже стопал тангос. Дается паузу. Гайс, что происходит? Что происходит? Нароу. Ведь никаких пояснений даже в чатике. Ну ладно, вроде все отпустило народ. Будем смотреть дальше или не будем? Не будем смотреть дальше. Дальше будем ждать. Ну ладно, будем опять так будем ждать. Бутрайдера тут экспулечки не дали. До второго ему долга. Никс, в свою очередь, уже практически имеет свой второй левел. Морфлинг пытается расхаратить Никса. Потерял лютое количество хп. Ну, Никсу тут хорошо. Так, отжимается у нас наконец-то пауза. И что же, что же, что же. А как дела в миде? Так, у нас там дайвинг сместился. Джаггер, Джаггер без крепочков стоит, грустит. Хотя крепочки пришли к нему по Тауру. Два крепочка лишних он забрал. Ну, слушайте, он нормальный ему тут. Более-менее. Хотя, все там гусы он уже слопал. Что-то несет себя в курицу. Топорик в ласочку. Да, тяжело тут Бутрайдером. Хотя, с другой стороны, сейчас получит второй левел. И будет чуть-чуть попроще. Он тут на развороте сам Дизраптора какого-нибудь забрать сможет. Попытка забрать Бутрайдера не увенчалась успехом. Он просто убежал. И что же, что же, что же. Так, Никс. Никс у нас тут. Ну, что он тут? Ему тут нормально. Сейчас в ласточку слопает и будет ему хорошо. О, два дико я по нему прилетела. А ведь действительно эти дикои, они, конечно, классные. С другой стороны, они помогают оппоненту выхилять очень сильно. Вы посмотрите, с какой скоростью эта полосочка бежит. А сейчас дикои уменьшится. Ну, спадет и... Ну, что, ау, морф отъехал. Да ладно. Вот просто, морф задумался, получил встанчик моноберном. Все, конец. И при этом убили опять. Да ладно. Бетрайдер забрал огра. Соло. А что тут огра вообще делал? Жить какая-то. Ну, ладно. На самом деле, самый интересный фраг это вот на вот этом морфлинге. Ник тут, по идее, уже, получается, выигрывает свой лайн. Никса тут все великолепно. Так, в спину выходит к нему он-дайнг. Но пробить этого Никса задача не то, что не из простых, а то что-то на грани impossible. Ну, а просто пришел. Пришли вдвоем, покидались тут способностями, побили руками. Он уже отхилился. Все. Просто один тангус лопал. Остается сентри. Почему-то он думал, что тут вард стоит, видимо. Нет, его тут не стоит. Вот, посмотрите, сколько рубен сносит. Так, у нас не эксп, обстрял. Если сейчас будет волна, волна есть. Но есть карапаси, и он должен отсюда уходить. Да, уходит. Слишком плотный этот персонаж. Слишком плотный. Так просто его не взять. На счет дикоев. Вернусь к этой мысли. Прикол работы дикоев есть один. Который не в плюс андайингу и... Опять-таки, ему не в плюс. Смотрите, вот так у нас опять никс повстрял. Нужно прожимать карапаси срочно. Два стана есть, но станы короткие. А вот сейчас он, наверное, не отхушал слишком быстро. Теперь уже тапок сработал. Он был слишком быстро. Смотрите, когда дикоем подъедается силушка андайинга, андайинг получает огромное количество хп. Так? Так. Но когда дикой... Вот он, допустим, потерял пол хп. Если дикой спадет, то хп у андайинга не прибавится. Как вот есть приколы также у клинкса. Когда он там съедает крипчику, ультой он, по сути, выхиливается. У андайинга тут эффект как раз обратный. Чем больше он хп себе зарабатывает, тем хуже ему будет, когда дикой спадут. Такой лютый оскорняк получается. На утро понедельника. Ладненько. Закручивает он также дикой. Но от хрипчиков. Чтобы... Ну, что-то как-то вяленькое тут противостояние. В принципе, заседали у нас джегера. Ну и на этом все. Ну и второй минус дикоя, это когда оппонент получает дикой. У него становится мало хп, он начинает нахиливаться. И когда дикой спадает, вот у него как раз-таки эффект обратный. Чем больше дикоев на нем висит, и чем больше этих дикоев пропадет, тем приятнее получается оппоненту. То есть там процентное соотношение остается на месте. Поэтому на самом деле вот такой харас без попытки забрать никса, он скорее вплюс никсу, потому что хилиться меньше придется. Одним тангусом, по сути, все хп вам сюда восстановят. Эх, вяленькие противостояния у нас продолжаются в миде. Также ондайнг пытается что-то интересное сделать. Мало что получается. Курьера обузит у нас джаггер. Бить его пока не получается. Ондайнг под тавр порез, но добить ничем не получится. Ставится вард. Ну и сейчас еще прилетит боттл на самом деле. Очередной раз. И джаггер тут должен будет выхилиться. Только бы не подставиться тут, хотя дуэльки пока нету. И поэтому джаггерам жить бузит. Ставится тамба, там бы оставится не точно. Поэтому джаггер тоже не получает немного зомбаря. Еще и золото подарил лидраптору. Ну и эндайнга глимсует. Потар хотя глимс уже был и не особо-то и нужен. Фраг остается у нас с угармагу. И вялое противостояние у нас произойдет. Слушайте, а легионка что-то задумалась тут на руне. И слушайте, она тут умрет. Хотя хасту сперла и по итогу выживает. Окей. Хоть что-то хорошее. Повезло тут легионке и с руной. И то, что собственно именно легионка прокликала. Так, никс. Никс подстрял. Получает у нас много всего. И уходит просто вендетту. Серьезно. У никса появилась ульта раньше, чем у мидера. Окей. Пусть у нас с этой вендеттой. Он может на самом деле чудеса уторить. Хотя маны не хватает даже на импл. Так, подцепили. Никса сбрасывают обратно и... Нет. Убежалась по центре. Если накапает сейчас мананый импл... Не, ну морфа он может и не заберет. Хотя, может и не берет. Нет, вылазит. Манабернет и на этом все. Грустно. Я думал тут уже фраг будет. Легионке на самом деле в миде не так уж и весело стоять. Давайте посмотрим, что у нас по нотворцам. Потому что по крифам вообще ничего интересного. По итогу Сларк Джаггер у нас... Даже Джаггер у нас в топовых местах сидит. Он обгоняет легионку. Он обгоняет морфа. Даже несмотря на то, что сюда приходил ондайнг и пытался что-то сделать. Все это свелось ни к чему, по сути. Ну и что я могу сказать. Пока что пик этот ондайнга смотрится все так же очень странно. Какой-то реализации этого пика мы не видели. Ничего интересного не произошло. Каких-то лютых противостояний. Каких-то лютых фрагов. Да и стояние в трепле на топе от Е-Лаб тоже как-то не особо приводит к чему-то. Да, там забрали нас бетрейдера разочек. Но на этом все. Можно было бы там тому же Огру самому приходить. Гонять легионку. Не знаю, с Никсом там пытаться что-то сделать. Рубен стягивается на топ. Сюда сейчас должен, наверное, прилетать бетрейдер. Иначе зачем-то трубик. Не понял. Бетрейдер идет в лес. А чего Рубик сюда тогда приходил? Рубик сейчас может подставиться. Сейчас какой-нибудь шальной глимс. Вот он и... Нужно фаунт фаунт съесть. Телекина скидывается. Все, Рубик умер. Что это было? Если сюда не планировал выйти бетрейдер, зачем сюда пришел Рубик? Нет слов. Одним из. Не тянется мурь не. Ладно. Глупость. Она такая. Бетрейдер. Не бетрейдер, а угро. ТП-6 в год. Будут с Никсом, видимо, пытаться кого-нибудь принять. Икс. Еще и Джаггер сюда прилетает. У меня слышь, что полетел по морфу. Морфа пытаются закрутить. И дамы же не хватает. Он просто перекачался. Хотя она закончила еще пару ударов сделать и... Нет, есть киллк от Легионки. И уже Бетрейдер подставляется. Слишком много зомбарей. Хотя он прожимает ульту. Он просто крутится и убегает отсюда. Хотя за ним бегут до конца. Ставится статик шторм для того, чтобы не убили этого бедного Джаггера. Хорошие имплейлы вроде бы пошли. От Никса подсевили немножко ситуацию тут. И что происходит? Странная драка ульта от Легионки. И кто выигрывает эту дуэлю? Дуэль выигрывает еще и Джаггер. Джаггера прям добивают. Также добивают Бетрейдера. Какой-то лютый замес. Куча ошибок на самом деле тут была. Морф вернулся в драку без маны. За это поплатился. Сейчас просто отъедет. Хотя маны ему, конечно, залили. В очередной раз. Слушайте, откуда у него берется эта мана? Он все равно, правда, умирает. И Рубик также тут отъехал. В живых один Андайк. Жуть. Андайк, правда, сейчас доберет Никса. И Никс... Да. Не поражал Карапасик. Карапаси, видимо, были в Акате. И Андайк тут тоже отъезжает. Ультракилл! На 10-й минуте для Сларка. Это что? Жуть какая-то. Просто жуть. А по-хорошему, за его и деть гуси могли этот файт. Когда Морфинг потерял всю ману. Когда там увидели, что оппонентов просто огромное количество. Можно было отойти, перегруппироваться и радоваться жизни. Ну, по итогу Сларка сейчас просто посмотрите. У него почти 6 канет ворс на 11-й минуте. Жуть, у него 600 ГТМ практически. Это жуть. Нельзя так делать. Вообще нельзя. Тут просто противопоказано. Легионки до Дайгера еще ни сном, ни духом. У него реально тут просто... 700 золотых? Ее еще надо полторы тысячи. 11-я минута. На 11-й минуте у Морфинга даже нету персеверанса. Не говоря уже у каких-то более хороших артефактов. Так, и подставился у нас, он просто умер. Ну, тут правда ДД, конечно, сыграло свой роль. Отца не будет ДД, был бы у меня Слэш. И просто, опять-таки, на ровном месте фраг. Я так, у нас подставился Морф и отъезжает со статик штурмом. Секундочку, его же глимсанули, так? Нет, даже без глимса, серьезно? Это как? Да, не задалась игра для Гусь Гейминг. Так, и... Я даже не знаю, что можно предпринимать. Так, Легионка выигрывает, судя по всему, дуэльку на Джаггере. Нет, не выигрывает она дуэльку. Не успели. Ну, ладно. Ну, хоть фраг, давайте посмотрим. Просто 1000 золотых для одного Джаггера. Убили вдвоем. Ладно. Что у нас тут может быть еще интересно? Давайте хоть посмотрим, что у нас с артефактом появилось. Shadow Blade у Сларка на 12-й минуте. Еще и полторы тысячи на руках, серьезно? Слушайте, этот Сларк сейчас просто будет бегать и всю карту унижать. Ладненько, что у нас еще? Даггеру Бэтрайдера, конечно, хоть что-то хорошее для команды Гусь Гейминг. Микс. Попадется на Сентрюлька, скорее всего. Да, остается также сюда и вопс. Сларк также дает инфу, что тут и Вижн. Ото вся и еще и Сентрюлька стоит, так что... Сейчас будет какой-нибудь Девард, судя по всему. Так, Рубен, кстати, вот грамотную штуку сделал, поставил за Тавром Сентре. На выход от Некса и от Сларка. Как-то уж очень ударился у нас. Вот это Аксен Рубен. Ему, судя по всему, очень не понравился этот Сларк. Да, и, видимо, Никс тоже. Ладненько, что будут предпринимать Гусь Гейминг, потому как им надо реально как-то комбатчиться в эту игру. То, что они тут похидели, это... Это плохо, это крайне плохо. Легионка будет выходить сразу в армель. Такая статовая, дерущаяся легионка. Но, блин, нам надо даггером, надо инициация. Морф, в принципе, участвовать в драках не будет. Хотя, может, действительно, чисто за счет того, что они решили играть в такой сейф-позиции, постоянно надо, ну, на дефы, короче, играть. Может быть, поэтому... Так, у нас легионку сейчас найдут. Или не найдут. Да, нашли. Е-спаун, си-эминдетта, импейлы просто стирают в порошок, отправляют на фонтан. А нет, не на фонтан. Отправляют на топ у нас бедрайдера. Легкий такой фраг, на самом деле. Хотя, с другой стороны, смот прожали. Оппонент этого не ожидал. Тут куча вижена стоит. Чисто в теории, если бы не смог, видели бы этот заход. Ну и принимается за Т1 в миде у нас елап. Ой, я не знаю, на самом деле, как гусям тот там бетчится. Вот серьезно. Морф в Сноуболице долго. Ему, ой, вернее, как Сноуболице? Он фармит очень долго до того момента, как сможет присутствовать вообще в драках. Ондайнг, это, конечно, аргумент, но какой-то слабый аргумент не находите. Что касается Рубена, тоже это не персонаж, который в тимпайтах очень силенную начальной стадии ставится в статик-штурму. Ондайнгу просто не жалеет ничего. Ну вот, два ульта, он не стоишь, и статик-штурм в одного саппорта. Просто потому что могут. Ну и Сларк тут у нас где-то бегает в Инвизию, он не пытается найти, видимо, бетрейдером, но не находит и уходит в топ. Ладно. По итогу развернуется у нас елап на специале такой не самый лучший фраг и решили отойти, подфармить. У Сларка, да ладно, Сларк действительно будет идти в Оркет Сараджу после Шадоу Блейда. Вот такого Сларка я уважаю. Это правильно. У Морфа еще не скоро появится Линка. На самом деле, эта Сларка очень отсрочит ее. Даже вот один-два фрага написать, и Линку уже можно сбить минут на пять. У Морфа у нас еще и крипов что-то как-то бить не хочет. Хотя по Крепстату на высшем всем баня-миня. Ну что? Что у нас будет? Наразнем-то урочками. Ну, Джаггерд подошел к Тавру, хотя пуш-тего как не хочешь. Нет, просто отдают я лап-таврочек. А Рубик из-за донайдет, мастерски нет. Не получается, бетрейдер тут находит... А, Рубер же еще и с ними. Нет, так тут вообще никого не было. Да. Так, а у Джаггерд сейчас может подвстрять. Есть на него варды, и на вардах на самих палецах вся команда Гусьгейминг. Чуть Джаггерд с руны. Вот этот вард, на самом деле, его крайне редко парят. Тут еще и сентря чуть-чуть совсем не дотянулось. Да. Грустно. Такая вот немножко неудачка получилась. Знаете, все это пахнет керосином. Потому как... Ну, действительно, сейчас у Гусей вторая игра. Вторая игра у них как-то задалась еще хуже, чем первая. Если в первой у них 30 минут было практически полной свободы, а потом просто что-то случилось. Хотя, честно говоря, после игры я посмотрел, там после 30-ой появились диффуза у Сларка. И, видимо, это просто все заруиняло. В Смаках у нас находится вся команда Елаб. И Сларк нашел у нас тут всех и вся. И прожимается у нас дуэлька. Сларк очень быстро стирает. На штатик шторм не умирает у нас Рубен. И Никс просто заходит, помогает Джаггеру убить легионку. И там мы убивают. Наверное, что же вот их получает отдых. Так, по кому-то Морф прилетел. Морф, а что-то тут забыл. Хотя, конечно, Бэтрайдер за спиной, но у него лассо нет, уманы мало и прочее. Что это было? Хотя немножко больше гуси, конечно, заработали, несмотря на то, что потеряли двух своих персонажей. Что это было за драк? Такая странная. Что это такое? Ладненько. Медленно, наверное, падает в урочку на слаботе. Странно, 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 она развернутся. Решили, не хотят рисковать. Вард, воткать, ульты все, воткать. Действительно, а что драться-то? Да ладно, на Рошика, серьезно? Да нет. Да, они на Рошика идут, серьезно. Прикольно. Ну, правда, 18-ая минута, это далеко не самый ранний Рошен, цем более из Джагера со своим четвертым вортом. Медленно, наверное, он умрет. Орки также появился у нас у Фварка, оказывается. Давайте вообще посмотрим, что у нас нового. Джагера, Яшу, мы уже видели. Кто не видел, сообщаю, Яшу у него давно. Ну и две стопочки, мы рукаем. Это будет, видимо, сразу покупка ультимейторба. Есть у Огра Владимир. Воу-воу-воу, полегче, парень. Владимир на такой минуте на Огре, это что-то удивительно. Даже на просто они таким не занимаются. Чувак явно что-то знает. Ладненько. Матрейдер у нас будет, видимо, выходить в ДКБ сразу. Андаймга тут нашли. Нет, это клон. Тем более клон Морфан. Ладненько. Так. Кто у нас еще по артефакту? Ну, у Морфлинга есть ультимейторб. У Долинки остается 600 золотых. У Легионки 1700 на руках. Так что до Даггера тоже, в принципе, не так уж и много. Сейчас вот урочек добрать еще плюс-минус. На самом деле, Сварк уже в соло. Но Морфа забрать не сможет. Потому как, увы, сбить ему Линку нечем. Кроме как, собственно, Оркина, который он хочет накидывать на этого. Морфа. И Сварк у нас нашел тут. О, вернули на Глимс у нас Легион Командер. Вот это вот уже круто. И Легионку отсюда скорее всего не отпустили. Да, если Чернопаунс и Легионка тут приближает. Хорошо сыграно. А вот и у Морфа Линкен Сфера. Да, не сорвали ему тайминги особо. Да, конечно, это не самая быстрая Линка. Но с другой стороны, появляется она еще до того, как первое применение Оркеда по Морфу прилетело. Теперь уже с Ларку надо что-то придумать. Может покупать какой-нибудь дешевый юзабельный артефакт. А что на самом деле дешевый юзабельного сбивает Линку? Бурна не сбивает. Ну, Халберт сбивает. Форстав, возможно, сбивает тот. Честно говоря, вот этот пунктик. Я не помню. Но они все равно стоят достаточно дорого. На самом деле все юзабельные артефакты достаточно дорогие. Даже те же юла, они стоят у него денег. Видимо, придется ждать обеселом. По-другому Сларк, видимо, не собьет никак. Хотя можно рассчитывать на то, что будет всегда дезраптор рядом. И хотя бы глимцом будет сбивать эту злополучную Линкен Сферу. Морф тут на самом деле немножко рискует. Потому как у него сейчас юзия закончится. Влетает он как-то очень странно. И нет, он улетает на последних секундах. Ну, отчаянно принимают попытки пофармиться у нас гуси. Хотя, с другой стороны, преимущество уже почти 10 тысяч за елап. По золоту, по экспе. Ну, что-то порядка 8,5 тысяч. Смогганг какой-то странный. Хотя, логер этого и не прочувствовал. И, по сути, сейчас умрет тот. Умер. Хотя живет очень долго. Так, у нас дальше прыгает вот эта легионка с зомбарем. Итогу, фраг написать не удается из-за статик шторма. В Шадуу Дэнси убивают у нас... Так, ларк тут подцепили вроде как. Хотя, кто кому подцепил? Очень непонятно. Убивают у нас, наконец, легионку. Также подстрял Микс. Хотя живет он так же долго, как у Омбермак. Набирают его. Морф тут бегает, бегает, бегает. Пытается забрать дидраптор. Дидраптор очень больно. И, слушай, дидраптор тут еще и выживет. А вот Морф вы отправляется покурить. Да. Не лучшая драка на самом деле. Хотя, она должна выйти в плюс, наверное. Хотя нет. Все крайне ровно. Даже гуси в плюс не вышли. А ведь действительно, зачем драка вот так распределилась? На мой взгляд, если вот просто посмотреть, вот когда Огра тут убивали втроем, и почему-то легионка за трейдером, без кем они там прыгают сюда, это уже была ошибка. Они могли убить Огра и успокоиться, отойти, подождать. К итогу легионка крайне поздно, ну, Ла Дуэльку. В общем, все, не слава богу, было для команды Гусьгейминг. Огра у нас будет приобретать себе, кстати, барабанчики. Уже вот готовы. Какой люто статум у нас Огра получился. У него уже почти 1800 кп будет. Страшный он был. Страшный, страшный, страшный. Так, а у нас тут Рубенчик с Фербустом. Ну, ладно. Хотя, Костренч, там небольшой. При этом еще и Манек кучу подкидает. Может, был смысл попытаться что-нибудь за Дидравтор распирять? Хотя у него станок нету. Блин, ну, на самом деле этот Сларк сейчас будет просто онстопом. Его останавливать реально нечем. Ну, Дуэлька легиона это единственное, что может действительно вот к земле... Ну, вот все, просто взять и остановить. Остальное все он практически полностью скидывает. Да, сам он не особо подставляется. Странно идет игра. Очередная странная игра, как я уже просто не устаю удивляться. Вернее, устал уже удивляться, но что поделать. Действительно странно иногда решение принимает оба коллектива. Но, елапно, мой взгляд, играют чуть более грамотно, что ли. Действительно принимают более правильные решения. Они все время сражаются все вместе, пытаются прикрывать друг друга. Как-то... В общем, не дают оппоненту 50 легких фрагов. Так, тут смоуганг прыгает. У нас Джаггера дают сразу две ульты. И, при этом, даже не смогли его забрать. Пол хп, если он с руки забрал одного, второго, выходит из-под Салинса, убивая Трубена с угли слэша. Главное, сейчас не отъехаться от Морфа, и все будет хорошо. Морф возвращается на своего клона. Ну, и, по-моему, до него не дотягиваются. Сейчас, если с дефузами сбивают Линку, так и есть. Надо давать Оркет, но, увы, не получается это сделать. Глимсанули обратно, и сейчас Оркет пойдет. Да, и, может, так же приезжает. Минус 4. Что это будет? Если влетает Бэтрайдер, зачем влетает с дуэлькой со своей Линка? И наоборот. Они... Я не понимаю. Серьезно, я не понимаю. Могли вывести Джаггера просто далеко, и потом уже там дать дуэльку на последних секундах у Блэйд Фьюри. Попробовать его забрать таким образом. В плане закидать. Странное решение, понимаете. Ну, как это называется, если не ошибка, если не мисс коммуникационом. Ну, наверное, по-другому никак. Ну, и что теперь будет? Никто тут стоит, дает инфу, что никто сюда идти не хочет. Бэтрайдер залетает на Файерфлае. Посмотрел, что ворда не поставили, и все. Я с БКБшкой, неужели смок? Да, еще один смок. Предыдущий был не очень удачным, как и, на самом деле, перед ним один смок. В общем, все идет, мне слава богу, для команды Гусь Гейминг. Ну, и, собственно, графики нам подтверждают эту информацию. И влетает легионка в Огра. Еще так же Лассо в Огре стоит. Очередной подкоп от Никса спасает кого-то. Огра, правда, отъезжает. Мы в дуэль не выиграли. Отъезжает легионка. Отъезжает, по-моему, ондайинг. Да, его задифузили и убивают руки. Морд влетает, убивает диндраптора. Влетает с наклона. Да, ну ладно. Нашли Рубена. Хотя, нет, не нашли Рубена. Коя-то Сларк мимо пробежал. Пытается догнать у нас морфлинга. Морфлинга не идет. Он сбивает линку и... Да ладно. Вот так вот быстро. В общем, не пошло как-то в гусьгейминг. По-другому это вообще никак не характеризуется. Они просто в плохом настроении, что ли. Как-то... Я визблых несколько игр играли более уверенно. Как-то не делали настолько сильных больших ошибок. Но действительно, в очередной раз в саппорты юзаются две крайне нужных пульты. Просто Джаггер прыгает с одной ульты, убивает Рубика практически бывает, ондайм-копокоцал. Батрайдер еще и ушел отсюда. Хотя нет, не ушел. Хотя нет, ушел. Батрайдера тут посадили на Карапасе. Батрайдер, без БКБ называется, запрыгнул. Все живут. На варде хилится Джаггер. Сларк провязывал он вис. Правда, Сентрек сейчас попалится. Настен фу, что тут есть детекшн. Ну, собственно, будут продолжать ковырять бараки. Не получится, видимо, интриги из группы С. Подцепили у нас Батрайдер на Карапасе. Батрайдер прожимает БКБ просто для того, чтобы уйти. Статик Шторм ставится у нас на Легионку. Легионка мне должна умирать. Да, действительно, умирает, Батрайдер впрыгивает так же, отбежает, байбочится Морф. И GoodGameWellPlayed пишет команда GoodGaming. Не пошло. Просто не пошло. Просто что-то сегодня с звездами сошлись. И как-то слишком много ошибок. Серьезно, я видел их в куда более хорошей форме. И что-то ожидал, что у нас противостояние будет куда более ровным, что ли. По итогу, E-Lab выигрывают в этом противостоянии. Они получают 3 очка. И, по сути, на самом деле, в этой группе мы уже однозначно знаем, кто пройдет дальше. Поздравляем команду E-Lab. Буду рад видеть вас на будущих трансляциях. Подписывайтесь на социалочки, которые будут в комментариях. Ну, а с вами был ВП Шаду. До скорых встреч.